В остальном, скорее всего, это будет 2-0, не быстрое 2-0, но достаточно уверенный в пользу Лина. Вопрос не в тему, Paragon 3-0, когда планируется? Ну, Рин же написал пост о том, что он не успевает, что в середине следующего месяца запустится только... только открытое тестирование, поэтому я не знаю, когда будет Paragon 3. Характерная, подавляющая черта большинства представителей семейства. Долотообразный клюв. Вот-вот, если бы он так сказал, то он нормальный. За клюв с дятлом меня, конечно, можно сравнить. Что есть, то есть. Собрались. Спасибо, буду ждать лета. Вот мы ждали... На стримфесте он анонсировал 15-го числа, но где-то недели-полтора назад появился апдейт, что не успевает. Что такое Paragon? Это карта для третьих героев. Странно, Войтыш, я думаю, ты смотрел эту серию трансляций. Достаточно древний, чтобы... Да, Димедрол, я видел, сегодня говорили мы как раз о закрытом показе четвертой Диаблы. Мне любопытно, каким макаром инфа просочилась. То есть кто-то же из сотрудников это сделал. Но мне очень нравится Диабла не в плане перепрохождения гринды, хотя какое-то время мы там побегали, пофармили. Вот. А в плане как раз прохождения с... Ну, первый раз, слепую, на хардкоре, это прям очень хорошее ощущение. И хорошую команду можно собрать интересную. И вызов игра бросает. Особенно не пропаченные, не попсовые версии. Вот. Сам гринд, конечно, гораздо веселее в... Ну, и в плане контента, разнообразия в том же самом Пое. Но с точки зрения сюжета, продукта, картинки, конечно, Диабла... Диабла гораздо продуктовее Пое в этом плане. То есть на попсове. Ну ладно, не будем в... Это вообще очень хорошо, что... Что в перспективе нас ждет много интересных игр, не только на мобильных устройствах. Давайте в игру. Не торопился козел брать... ...сороклетку. Конечно, никто не угрожает, но... ...чего, пораньше получить урон дополнительный. У Лайфа такой же, как у Хогича. Видите, соплайблок. Экстра висп на 21. Интересно, как бы он ответил на вопрос о стоимости виспа? Мы же не общались с ним, китайские, как бы... ...стримы непонятны, интервью сложны. Ну и вопросы не такие задают. Откому из интервьюеров придет в голову спросить о стоимости виспа у профессионального игрока? А вдруг у него есть ответ «Отличный от 60». Он еще объяснит, блокнотик достанет, и все, и покажет, объяснит. Ну, в смысле, докажет тебе, что... ...китайские виспы стоят 45. Ну да, они всегда должны быть дешевле. Ну, с другой стороны, должен быть какой-то и процент брака повыше, чем... ...в стандартных виспах. В литензионных виспах. Что-то может не взорваться, например, вовремя, или взорваться и, не знаю, нанести урон, или выжечь меньше ману. В общем, какой-то брак должен быть. Их нужно месяц ждать. Неплохо. Изжечь ману своих. Так он и зажигает ману своих. Ромео, ну, ё-моё, ну... Ё-моё. Так, а что у нас там... О, выманивает иллюзии. Вот первый яркий момент. Это может зарешать. Уже огромное количество урона нанесли. Блэйдуу тут осталось всего ничего. Перехватить инициативу и попробовать добить. Хотя, не факт, что получится. Опять выманивает иллюзии. Да ладно. Ай-яй-яй. Ну куда, Арча, ну что ты... Может, специально он отвел. Может, даже это в плюс. Может, не специально, но... Но это в любом случае в плюс. Сработало. Новая иллюзия побежала по низу, посмотрите. Да, удивительно, как ему удалось от этого всего отковыряться. Ах, там иллюзия закончилась. Минус грунцер. Еще пара прикопок. Да, решил все-таки потратить прикопку. Ну окей. В это время бежит Блэйд. Дерево уже достраивается. Минус иллюзия. Диспол не пожалел. Причем еще задел, насколько я понял, Блэйкмастера. Ага, класс. Да, но ненадолго. Ну, просветка-то есть, но... Не хочет он, видимо, тратить последний заряд. Да, это уже группа D. Это последняя серия на сегодня. Сегодня как раз четверть игроков покидает турнир. Четыре из шестнадцати. А завтра еще четверо. Два тяжелых дня. А вот это очень, очень важные рабочие. Они разбедулись буквально там... Паре метров пробежали от Алхимика с Хантреской. И все четверо эльфа, говорит Хантрес. А ты расист. А, так, это не наш энд. Разбегайся, пацаны. Все, заметил все-таки энд двух пионов. Причем это... Как будто готовился к какой-то хрени. А-а-а. Так, рабочий пришел. И сразу в шахту. Ну, десяточку подрезал уже хорошо. Кто-то может сказать, что десять золота из десяти тысяч это небольшой процент. Доля процента, но... Пион доволен. Алхимик выбивает артефакт. Кипер прикрывает экспант для того, чтобы... Ну, не отменили на халяву. Большой бутылёк жизни, хорошо. А, харчу сразу. Вот прям... Прям сходу. Ни секунды не задумывался Блэкмастер. Просто пробегает и сразу по лицу. Есть такие же шаманы, как и у Кэша. Как и у Сокола, что самое главное. А чего он сквозь энты прошел? Ну, вот умеет. Если у тебя есть ресурс, то ты можешь пробегать сквозь юнитов. Ещё во времена Рока, ещё во времена Рока были целые стратегии, основанные на этой теме. Потому что Гули, по факту, тоже рабочие. У них тоже Форест Вог, так называемый, был. Это так звалось. И Гули, пробегающие сквозь твою армию, там, Корчам, Крифлам, неважно. Это было душераздирающее зрелище. Прикапывать не будем? Надо. У него же... А, ну сейчас норм. Да, Колдун. Есть нормальность. Вот, ну это потом пофиксили у Гулей. А так, Форест Волк, это страшная штука. Они, кажется, даже в кучу собирались. То есть ты мог на одну ёлку им тыкнуть, они прям... И бежали. И бежали. Грейт на Армору, минус ещё одна Арча. Ой, в середине Криппинга сейчас перебегает. Больно. Пытается ещё забрать артефакт, не получилось. Кровзабись, ты тут же... Да, очень хороший такой... На развороте. С другой стороны, Лин просто взял, отступил. Козёл пустой. Прикопки нет. Третий СХ. Подкормленный Энтамин. Опять же, Лина поменьше, и нет резона вообще сражаться, особенно под Скрулл Забист и под Бараком. Я не знаю, зачем Лин сюда леньжет. Он пытается... Не-не-не, это ошибка, безусловно. Нельзя так делать. На вышках, может быть, планирует. Но Лину виднее. Он контролит. Лечение отступает. Ну, козёл полупустой, но у него одна, кажется, прикопка есть. Чуть-чуть мана-то есть. Там... Никто у орка вообще не умер, что ли? Четыре Грантауры, так и было. Там умерла Хантреска и Огр. Не, одного должны подрезать, но там Пурдж есть, опять же. Козёл пытался в магазине... Опа! Вот это опасный момент. Это очень опасный момент. Пурдж, но могут окружить всё равно. Пурдж на Хантреску! Хорошо! Вот это очень классная штука была. Прям очень хорошо. Там реально всё зависело только от эльфа уже. То есть ты практически уже ничего не можешь сделать. Всё зависит от чёткости эльфа. Сможет ли он своевременно нажать мув всеми окружить. Там уже ты был в кольце, ты уже вряд ли бы оттуда ушёл. И тут Хантреска, которая с краю, с краю, которая участвует в окружении, замедляется Пурджем. Класс! Очень хорошо. Ой, какой Лайтнинг Щилд на Гранте! Домой, домой, домой. Телепортируемся. Минус код. И минус ещё один код. Класс! Класс! Саид говорит, помните, Мастер Трупов с Дредлордом и Гуляем был в топе Ладра. Да, МТ. МТ играл, кажется, за Андетов основная, но играл ещё за рандом, насколько я помню. Более того, ещё тогда у него был челлендж на... на достижение какого-то уровня или ранга именно за рандом. или наигрывание какого-то количества игр, я не помню. Но, в общем, он справился на сколько-то. Ну, в общем, он справился на сколько-то. Ну, в общем, он справился на сколько-то. 2-2 is what you really want. What you really really want. Going some karaoke later, singing Spice Girls together? It's my favorite band, Neo. I know, I know. But you heard about the doors, so you put the Spice Girls above the doors. The doors kind of indie band, that's... Level 3 Shadow. Снова атака от Лины. Самый дикий рандомчик на моей памяти, Габидан Пойнт. В смысле, какой рандомчик он за Эльф наиграл там 80% матча? Какой он рандомчик? Ладно, хорошо. Вроде как идёт размен, но, учитывая состав армии, состав армии, скорее всего, Линн быстрее убьёт, да, быстрее убьёт базу и ещё сможет защитить свою. Одиномбиспоп, огромное количество. Лайтник щелл телепортируется. А успеет ли, успеет ли, успеет ли вообще? Нет, не успел. Извините. А будет ли Линн сражаться за свою базу? Не, не будет, потому что у него косарь на руках. И нормально всё. У Лина всё прекрасно. Очень странное решение от Лайфа, то есть он стелепортировался. Ну, принял его поздновато. Было масса времени, чтобы оценить динамику. Ну, короче, сколько времени у него есть. Дотянул до конца, причём непонятно, зачем он тянул, потому что он всё равно орковскую базу не успевал убивать. Ну, до окончания своего телепорта. Вот. Аура вампиризма выпадает никчёмная. Лучше Маулера, конечно, взять, если есть возможность. Он не помещается в лимит, он 4 занимает, а не 3. Жалко. У Лина всё просто прекрасно. То есть у него... Единственное, что герои чуть-чуть не дотягивают, но сейчас с эхады качаются и уже будет очень близко. Это в остальном. Анг такой себе. Не было бы ли грамотно позволить Льфу сделать ЭП, добить зданий. Да, наверное, имеет смысл так. Имело смысл так сделать. Если бы у него был телепорт, он, наверное, так и сделал бы. Хотя, может быть, он сделал после этого ТП. Нет, он, кажется, пешком возвращался. У него не должно было быть ТП. Поэтому он мог оттуда просто не уйти. И всё. Сейчас они зачищают последние точки красные. Смотрим по артефактам. Выпадает 4-4, а там барабаны. Вот барабаны могут зарешать. В хорошем лимите они реально полезны. Дюжина арчей, 6 хантресс. Незатейливый такой лимит. Ну, он-то двашный, типа, с грейдами, с чакрумами. С дальностью для арчей. Окажется, козла колбасит. Смотрите, вот этот баг тоже появился вроде как в патче. Что он, когда стоит на месте, как будто ультует. И пошло сражение. Скорее всего, последнее, на самом деле. Лайтнинг щилд отличный. Блэйд нарезает прекрасно. Циклон. Циклон, циклон. Неплохо лечит лайф. Вы посмотрите, хорошее, хорошее лечение от алхимика было. Слушайте, он неплохо сражается вообще. Убивает одного шамана. Держит постоянно блэйда. Огромное количество урона не наносится сейчас из-за циклона. Там, правда, свиток еще один есть. Да, да, согласен. Да, да, вот, пожалуйста. Угу, угу, все есть. А может в этом секрет? Может козел просто ультует под шумок? Да ладно! А, там этот же крест. Он специально так сделал. Короче, Лин разваливается. Что? Что? Как так? Ну, если коротко, в чем причина? Нейтрализовал блэйда. Циклон, на удивление, хорошо зашел. Наверное, все. Наверное, все. Микро, конечно, прекрасной эльфор. А где здесь? Что здесь было по микро-то? Жесть. Он потерял одну хантресу. Ну, хотя, скорее всего, он достраивал что-то. Не, он больше должен был терять. Но потерю Лина значительнее. 43 на 70. Денег нет. Там развалилось три гранта минимум. Пара шаманов точно. А, бак вроде из-за барабанов. Угу. Еще Гоуз решал. Еще нет, но, да, он близок. Вот так и предположение строй. Свои нубаски. Кайверсия патча. 31. Просто Бэм будто нет КД на ВВ. Только что был. КД на ВВ. Две секунды, он там куковал. 43 на 57 было, не демонтизирую. В смысле? Линд должен был к этому сражению приходить с 50 минимум. Скорее всего, там было что-то вроде 50 с небольшим против 60. Килот, ты уверен, что там было 43? С чего? Ну, и визуально было больше 50. 57 на 60. Килот, это пред, потом, потом, потом улетишь. Видите, он кастует, кастует козел. Транквилл. Вот как только останавливается, сразу лапку вперед, и пошел эффект. Ну, понеслась. 50 лимита на 65. Но здесь позиция хорошая для орка с одной стороны, потому что и змейки расставлены, и магазинчик рядышком. Но такая гопша эльфийская, жуть. Просто жуть. Чекает экспант, понимает, Линд, что ему нужно просто держаться здесь. Осталось пара желтых точек на криппинг. Может быть, имеет смысл Лайфу зайти... Он просто всей армии бегает, проверяет сначала наличие базы у врага, потом, видимо, к черепахе пойдет. А что еще делать? Вообще, алхимика с таким количеством армора очень сложно убить. Опа, там сетка на козла? Да, но... Но Хантреса прикрывает. Блин, какой же там... Какой же там лимит дикий. Блэйд пытается там подрезать... Ой, инвул. Начинается сражение. Блэйд ворчах. Одну штампанул. Там справа пытаются Хантреску подрезать, и Линд перегруппировается. Опять, видите, кастует козел. Это имба какая-то, да? Он просто морально давит. На героях можно вытащить. То есть вот если пятый СХ... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Позиция плохая. Блин. У Лина очень плохая позиция. Рабочие пошли в Бору. Лайтнинг щилд на кота, смотрите какой шикарный Он его долгое время контролил, еще покоцал Арчей Врывается наконец-то Блэйдмастер Хватит ли? 62 на 50 И телепорт делает, да, неплохо Решил не сражаться Лайв здесь, может быть и правильно Потому что Ну потому что Бору рядышком, потому что Потому что битые там юниты После Лайтнинг щилда Ну да, это тоже сомневается Может быть имел смысл остаться там подольше Нужен пятый уровень Ай, там сова палит, все это дело Уже рискованно Надо выманивать в любом случае Разница колоссальная просто Я не знаю, он возьмет третье лечение Или третьей змейки Потому что Хандрес еще приличное количество 9 штук И змейки По 50 пирсингового дэмэджа Будут очень сильно бить Падает что? Когти? Здесь вроде когти падают А, нет, он не взял просто Нет, здесь медалька Ну да, когти плюс 9 Опа Плюс 15 лимита действительно Пятый СХ есть Но свиток и там и там Понеслась Начинает работать Блэйдмастер Как же лечит алхимик Отличный Пурш, пурш, пурш Блэйд очень битый Пропивает бутылек Вынужден делать Лайтинг щилд на Арчу Арча сразу пошла к Орку Диспл Очень субитая Очень субитая Блэйд битый Ай-яй-яй Пытается убить героя Потому что вроде как нет Недругих шансов Спасти своего Блэйдмастера Блин, ГГ Да ладно Вот вам ищи гол Самый молодой игрок турнира Который такую невнятную игру показал Блин, я не помню против кого С кем он там играл С соком, что ли? С соком, блин Да, с соком Такого папашку шатает Такого папашку шатает Такого папашку шатает Против cele does Привет, Юйкен Привет, Юйком Привет Встреча с победой, сегодня, как он выглядит. Лин, один из фан-фаворитетов. Что было в ошибке здесь? Он был в этом саде. Когда он взял борьбу, он не готов. Он был 10-ти, но это было слишком много. Но, скажем, он не готов. Он готов для большого сфера, который был готов для 65-65. Как он готов? Эти арчеры просто овали ему. Он реально рофан. Возьмите Волкер, он спиртлинг. Это очень короткий транссит. Но ты не нужны для давления, это прекрасно. Но я не знаю. Я не знаю, что это было бы в этом случае. Я не знаю, что об этом не было. Воспансия тайна, это не так? Я думаю, это было. Воспансия тайна. Он был в Каутер-экспо. Он был в экспансия текла. Если он был на тп, то бы он был в голове, он был в этом. Но он не был денег. Субтитры делал DimaTorzok 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 Очень жалко Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, рикошеты, до свидания ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Ну, там прикрывают очень хорошо Лайф Лайф очень классно контролит, конечно Все прямо Что? ТЦ? Во-первых, вопрос возникает Почему мы в дефолтном месте не проверили экспант? Почему мы ее не попытались на маленькой карте Его не попытались каким-то макаром отменить? Непонятно Пока все идет по плану Лайфа Ди Каприо не подвинулся на двери Сор он проиграл Выдротец Люка Продолжаем, продолжаем накидывать Максимум, на что может рассчитывать Лина Это на отмену вот Шахты пока нарутится Ох Там уже подходит кто? Козел или алхимик? Алхимик, окей Да, немножко выиграл времени Потратил, правда, бутылек Ну и даже Арчи не добился Второго выстрела Оставалось буквально там Три-четыре хита Может быть он не хотел сильно Сильно Да Короче, ставка на фаст виверн И на Тауриен Очень странная, конечно, тема Дорогая Дорогой юнит с одной базы Хрен построишь Нормальное количество Главное, там два барака Там лагерь наемников Еще алхимик рядом На что рассчитывает вообще Лайфа? В смысле Лин, извините То есть максимальное То есть у него огромное количество вариантов Подстроится под виверн Хотя может там будет просто дистакт виверна Такая просто похарасить Развести на протектор и все А дальше А дальше посмотрим Отвратительный уровень 2-2 Да не будет он дальше виверна, судя по сему, делать У нее две виверны все еще Ну, в смысле уже Такой странный микс С одной стороны, да, виверны хороши против хантрес Бла-бла-бла Но их стоимость И то, как они быстро умирают От тех же самых арчей с грейдом на атаку Под оситкой Пошел куда? А, он арчей, просто арчей Ты серьезно? Да, просто арчей А там просто фокусит Ви... Хантрес Нет, так можно Так можно И еще минус одна арча Так хорошо Так можно Ну, правда, протектор-то все равно, скорее всего, не продавишь Но... Но арчи желательно не терять вообще в такой ситуации, конечно Сложно, но можно И пошел... Экспанд Лагерь наемников бы закрепить Вот это важно тоже Ну, то есть надо сейчас как-то отковыряться от этой атаки Постоять, поулыбаться под протектором, например, как вариант Но он же может шатнуться на... на мейн Ой, лайф тут... Шатает То есть он пытается развести, расшатать И сразу идут вот эти вот ошибки по точке сбора, по подкрепе Это сложно Еще минус висп Еще минус висп Лайф теряется Арча тоже до свидания Нельзя так делать Еще арча наверху Не жалеет еще он пурч А там вейф или... или стомп Стоп О-о-о-о Там такой дамаг влетает от Lightning Shield Dice Тут даже не разбегается, это развал Просто развал Сплит вообще не слышал То есть у нас сбегает Таурен третьего уровня Что может случиться плохого? И даже после того, как у него прошел стомп, Lightning Shield работает, он не пытается ничего делать Арчи не выдерживает Очень хороший контроль от Лины, конечно Да, там жертвы просто колоссальные Я уже сбился со счета, сколько Арчи попало И при этом там еще Хантрес было полдюжины, осталась одна Да, там новый экспант доделывается, это же не столь важно Опасный момент, Инвол передать Передает Инвол О, стомп, еще может из козла забрать А может это риск, может это нельзя сейчас минус Блэйд может быть Аааааа, нет Лин, жадина какая, а Смешедшая игра Не, ну, постоять по ТЦ под Элэсом, это, конечно, безмятежно, причем, он абсолютно спокойно Всего не смутило, что на него бежит ТЦ, не смутило, что на нем Лайтинг Щилл появился И что он стомпнул два раза подряд в эту армию И хоть бы Эльф там что-то попытался сделать, развести, пробежать, отойти, перегруппироваться, не знаю, без ПА подвести, а диспелить его Вариантов масса Ну что, сражение на Экспанде, опять Лайтинг Щилл на Таурене, он стомпает, но проблемы со здоровьем у него Да, вот это уже плохо, да ладно, сейчас еще Виверный развалится на Арчек, да нет, что? Что? У Лина 700 голды на руках, ну, ёперес, это серьезно, вот таким вот образом проиграть еще Да ладно, нет, я отказываюсь в это верить, ну, Лин, ну, ё-моё 46 на 70, на руках 700 голды Надо драться за Эксп, у Таурена есть бутылка, пытается Вайт зайти И Виспып, шикарный, но минус Алхимик Лайтинг Щилл, давай, Лайтинг Щилл, кастуй Ой, сейчас начнется Ооо, дискотека Стом прекрасный Ё-моё, сплит Торчей, нифига себе, он сплитит Арчей Ой, ну не до конца Таурен заходит, господи, какая боль, какая боль Ооо, что у козла с телепортом? А нет, минус, минус Таурен И минус, козел! О, боже Там такое количество энтов, еще армия эльфа многочисленная, но... Героев нет, Блэйд оооочень битый Если он без героев убьет Экспант, еще шансы реальные Что? Как? Ай, отдает Экспант, что ли? Нет, минус Экспант Да ладно, минус Эксп Минус Эксп, Пулино Нет Ну а как, а как, а как? Нет, нет И начинает подрезать Блэйдмастер Смотрите, у него нет ХП, нет маны Но он убивает одну Арчу, вторую Арчу Пытается что-то сделать Уходит Виндвог подходит козел это 2-0 лайф невероятно если сейчас он не будет ошибаться грубо то это изи просто 2-0 уже ну экспант есть лимит есть все отлично дождаться алхимика не лезь вот сейчас только сейчас вот сейчас лайфу не хватает опять вот этой вот атаки на базу абсолютно ненужного риска вернись опять опять блин опять у нас же было уже сегодня такое куда эльфы лезут вообще куда на орковскую базу лезут все лайф отступает понятно все отступить подкрепить там marketplace подкрепить этот лагерь наемников сделать себе 70 80 лимита вот тебе ищи гол ну вот они вот такие вот понимаете молодые такие неопытные а потом хоп-хоп и все и ушатывают привет мы закончим через пять минут почему как этот эльф отдавался на мою не у себя подлайки шелдаун вообще пофиг все равно в теории в теории 5 5 может быть третий стомп отводит байда чтобы тц закрепился до 5 делается правильно тоже крепится у него алхимик не 3 еще господи такая разница по героям вы посмотрите играет на так вот только сейчас вейв до в 3 может быть здесь даже лучше чем стомп потому что не нужно тебе подходить под этот фокус под прикопку у него явно связка лс и стомп пятого уровня пока нету тц но там не так много осталось и пытается навязать битву на минус 20 лимитах барака хватило дакачу ну как-то плюс 20 плюс 20 лимита позиция хорошая сейчас для алина пока там все переходят на право козла начинают бить то урен то урен то урен то урен стомп стомп можно уже стомп арчей какой урон лечение тут же свиток поражал маны нет но есть один бутылек пытается кипера убить стомп на кипера пытается утыкнуть козла и убивает козла убивает козла остается алхимикой и еще плюс 20 лимита эльфа пытается убить следующего героя алхимика критуют у него нет предметов падает алхимик да вообще изи раз раз развертим это все 100 уреном и с блэйдом 250 криты давай давай иди сюда иди сюда ты один против пятого то урена выкупают героя одного минус 2 арчи можно можно убить да что что почему ты не пропиваешь бутылку не убиваешь он мог его прикопать изи прикапывает блейда ой там там козел там тц тц аккуратный нул крит на 240 баланс шестой бой мастер господи гг я в исток в 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 Один-один Из такой ситуации просто Из такой ситуации Что там про 5 минут было Ну и... Ну как? Единственный шанс у Лина Был как раз вырубить героев Потом как-то отковыриваться от лимита Ну, от вражеского лимита И он справился Ну, Лайф молодец Как бы без инвулов, без бутылок, без ТП Зато у нас две базы есть Это ему, естественно, вопрос Какого хрена, вот как так Хотя нет, один инвул у него был вроде Да, аспирант Красиво Ну, короче, Лин воспользовался единственной вообще возможностью Там такое окошко было, небольшое, чтобы Чтобы это сражение Вытащить Не убить Торин, это с бутылком ман и скилл Да нет, зря, зря, зря Я тоже зря кричал, потому что там у него был инвул Он знал, что там был инвул И он бы потратил просто прикопку и все Он не знал, где там Блэйд рядом, не рядом Может быть, стоило ему пропить, конечно, прикопать Для того, чтобы инвул ушел пораньше Да, мы были оформлены по 3-маппу Мы had 3-2-0s before Мап 1 и мап 2 Until, like, 60% Looked really good In favor of life As well I thought, okay This is, like, 2-0-2-0-2-0 But Лин, with an exclamation mark In the end He got his crit back He got his sword back And maybe with that His confidence back And also Really good to see life That he is performing here Both games now In the first one especially In the second one also playing well I mean, he lost the end I mean, he lost the end 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 And for some reason He's playing normal And it's working Who would have thought That you don't need to play A level 2 harassment Like Warden Ah, there are 2 minutes There are 2 minutes Everything is Everything is Or whatever It's, uh, yeah He just played weird stuff But here He's playing standard And he's back We take a look At a little highlight Of the last match As the players Take a little break We have Lin's vision With eye tracking The save of the TC The 2-3-6 Critical strike And the level up Oh boy And then multi-kill There's the decision The moment Of the game Let's see 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 In that game Life Still had 2 bases You saw Some units left Lin had Only his heroes Oh boy It's time to call GG Опять Сетка И накидывается Прям накидывается Стомп Красиво Ну и пустой алхимик Здравствуйте И все вокруг бегают Просто Арчиво Сыпну И вот сейчас Хаос пойдет Смотрите Все Lighting shield Раз Все Эльфы Просто Криты На 250 Lighting shield Два Такой страх Это реально страшно Да ладно Там чатик Доедешь Ты как в козла Хороший герой Спасибо Близзарда О ком я не знаю То ли о козле говорит То ли о балхимике То ли о таурене То ли о Блейдмастере У кого-то У кого-то опять Близзарда виновата В том, что В том, что Играть не умеем Охаш Я не про игроков Поиграть не умеем А про тех товарищей Которые рассказывают Про Спасибо Близзардам За героев Twisted Meadows Низины Последняя карта На сегодня Уже точно На сегодня Если вы недавно Пришли Обязательно Посмотрите Игры Кэша Оно стоило того Ну и Конечно же Неожиданно Интригующая Серия Лин против Лайфа Лайф, который Так плохо Сыграл с Соком В первый Второй Игровой день Вроде Справился С волнением И Счет 1-1 Говорит сам за себя Третий Решающий Хочешь сказать Что орковский Герой По сравнению С остальными На одном уровне Посели Я не знаю Кто сильнее Из героев Ну то есть Выбери Трех героев Орковских Например Посади Среднего Игрока И он тебя Шатнет Любыми Тремя героями Другой Расы Ооо Фарсир Да Сложно На такие вопросы Отвечать Что значит По силе По какой силе Против кого Какой ситуации Герой на герой Армии Нужен ли Харас Какие лимиты Есть ли вообще лимиты Решают ли ауры Там Такое количество Условий Я довольно Именно поэтому Не очень позитивно Отношусь К Такого рода Аналитики Типа Самые сильные герои Но это Ты вынужденно Упрощаешь Даже На кастомных Картах Где Соло-герой Против соло-героя Все равно Условия Масса Просто Масса И уж точно Не стоит Рассказывать Что из-за героев Кто-то выиграл Кто-то проиграл Что три героя Могут убить сотку лимита Любые три героя Могут убить сотку лимита Короче Не отвлекай Аналитика пошла Да ФФА Блин Ну все Так Сначала Прят Потом Потом Собственно Понимаешь Что невозможно Спорить с майкером В чате Так Пошел Харас Очень неприятный С волками Сейчас посмотрим Но кипер Сейчас у него Да У него задача Просто отбиться От этого Безобразие Хантреска Хантреска тоже Занята Флэйт флэймстрайком Какие сто Лимиты Убить Ой Килот Сейчас тоже Пред Устный Тебя выписываем Собственно Собственно Но это не так Но это не так С фарсиаром Знаешь Что ты будешь Левелом И так как Собственно Собственно Левелом Квадратный монитор, смотрите. Причем это щегол играет. Как же он... Очень хорошо контролит. Какая-то сумасшедшая СНСА, кажется, с акселерацией даже стоит. А-а-а, вот и увидели его, короче, его протекторы. Все понятно. Ну, Лин, скорее всего, догадывается. Мил у него есть. Да. Ну, как бы, Мил все равно, вроде, должен строиться. Жалко, алтарь. Волки у нас харасят. Ну, покажите, покажите на мейне, ну. Гранта по... 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 это самое... Прикапывают и, видимо, подрежут. Вышки пошли? Нет. Спас Гранта, хорошо. Ну, да, не совсем понятно, почему он... Ну, скорее всего, он просто хочет пушить, но без... Без вкладывания в это... Всех ресурсов. Да. Увидел... Увидел три протектора. Да, один... Он даже заранее заказал катапульты. Да, да, да. Но это не олл-ин. Да, в это вложено довольно большое количество ресурсов. Привет, Евгешин. Но... Это не олл-ин. Куда... Оооо! Хорсира окружили. Не, ну, какой ценой? Тут, на самом деле, огромное количество... Тут дамага мало. Это ошибка, на самом деле. Ага, ливайм. Ну, видите. Как я и говорю... Нет. Лин просто прочитала стратегию. И вот это окружение было... Ну, неправильно получается. Потому что у тебя там 3-4 хантрессы. Форсир стоит рядом с магазином. Тебя пилит и форсир, и сэха, и катапульта. Коты, соответственно, вынуждены напрятаться, уменьшаются еще ДПС. Еще бутылек покупают ФС. Все. Да, но... Могло произойти чудо. Могло. Вполне, вполне мог... Лайв не доводить, во-первых, до 3-й решающей игры. Потому что шансы были у него... Естественно, и на второй карте. Вполне реальные шансы. Игры запоминающиеся. Ладно, друзья, во-первых... Внимание, спойлер. Если кто-то недавно присоединился, выключайте сразу же. Запись сейчас локальная.